Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас в очередном информационном блоке от Славянской Царьки Христианных Дунтистей седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, немного о жизни и служении нашей общины. В эту субботу по Божьей милости проповедовать буду я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог особенным образом использовал меня для того, чтобы коснуться сердец каждого слушателя. Пускай Бог будет прославлен во всем этом. Также есть небольшое изменение в нашей субботней школе. А что именно? Мы хотим попробовать сделать больше классов внизу в нашем основном зале. Поэтому для вас будет квест в эту субботу. Найти стикеры. Мы обклеили несколько рядов в начале, в конце, в середине смайликами разных цветов. Вам нужно будет найти эти смайлики. Они будут на крайних стулах каждого ряда. И, скажем так, мы хотим этими рядами ограничить количество человек в каждом классе. Для того, чтобы мы и не мешали друг другу, и, с другой стороны, чтобы было комфортно слышать как преподавателя, который преподает очередной урок, так и всех членов нашего класса. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Когда вас пригласят сесть по классах, ищите стикеры на краях каждого ряда. В среду в 7 часов вечера состоится очередная встреча Совета Церкви. Так что приглашаем всех членов Совета не пропустить эту встречу. А если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили на нашей встрече, то, пожалуйста, сообщите об этих вопросах мне или любому из членов Совета. Мы получили приглашение, это уже повтор, на лагерное собрание от нашей русскоязычной церкви города Лос-Анджелес. Это лагерное собрание будет проходить с 14 по 16 октября. Главными спикерами будет Юрий Друми и Валерий Рябой. Больше информации вы можете найти, перейдя по ссылке, которую мы поставили в описании к этому видео. Ну, еще раз хочу напомнить, чтобы вы не забыли, что 29 октября у нас будет праздник урожая. Поэтому не пропустите это особенное дожественное служение. А 30 октября у нас будет здесь работать стоматологический и офтальмологический кабинеты или клиники. Это будет не просто один кабинет, здесь будет несколько врачей каждого профиля, будет много помощников. Поэтому еще раз хочу напомнить, для того, чтобы вы могли получить обслуживание у стоматолога или офтальмолога, вам нужно позвонить по номеру 916-582-8800 и сказать, то есть, ваше имя, фамилию, возраст и к какому врачу вы хотели бы попасть. Но, повторюсь, все же обслуживание будет в порядке живой очередь. Регистрация по телефону нам нужна, чтобы мы знали, какое количество людей вообще в принципе будет. А очередь будет устанавливаться, скажем так, вот в живом порядке. Так что, пожалуйста, не пропустите эту возможность получить это обслуживание. Это все полностью бесплатно, так что, если у вас нет медицинской страховки или у вас есть друзья, знакомые, которые тоже нуждаются в этом обслуживании, пожалуйста, сообщите им об этом. Ну и, как всегда, в молитвенном блоке я прошу, чтобы вы и дальше молились за нашу сестру Ольгу Козаренко, ну и, конечно же, за окончание войны в Украине. Пускай Бог благословит и поддержит каждое свое дитя. Также хочу в заключение прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 8, 2, 4 и 5 стихи. И тут сказано. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле, могущество Твое небесами прославляется, взирая на небеса творение рук Твоих.